Добрый вечер. Сегодня 1 октября. Всероссийский день пожилых людей. В Чувашии пенсионный фонд Российской Федерации выплачивает пенсии 353 тысячам человек или это около трети жителей республики. В основном получатели трудовой пенсии по старости почти 300 тысяч человек. И вполне закономерно, что сегодня у нас в гостях руководитель Чувашского отделения Пенсионного фонда России Роза Алексеевна Кондратьева. Добрый вечер, Роза Алексеевна. Добрый вечер. Роза Алексеевна, каков на сегодня средний размер пенсии по старости пенсии по старости и как он соотносится с прожиточным минимумом, установленным для пенсионеров? Размер средней пенсии по старости по республике после всех повышений составляет 10 400 рублей в среднем. Если соотносить к величине прожиточного минимума пенсионера, размер пенсии превышает в 1,8 раза. То есть практически в два раза больше. Но мы сейчас говорим о среднем размере пенсии по старости. А есть у нас в республике такие люди, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума? С 2010 года в республике нет пенсионеров, которые получают пенсию и меры социальной поддержки ниже величины прожиточного минимума. Таким пенсионерам устанавливается федеральная социальная доплата с учетом установленного размера пенсии и получаем мер социальной поддержки. Таких граждан нашей республики 22 тысячи вот на сегодня. Но это размер величины прожиточного минимума ежегодно утверждается законом Чувашской республики для установления федеральной социальной доплаты. На следующий год планируется установить 5 717 рублей. Роза Алексеевна, вы упомянули о иных социальных выплатах, социальных компенсациях. О чем идет речь? Я правильно поняла? Это доплата за услуги связи, за жилищно-коммунальные услуги? Да, это именно так и есть. Мы сами выплачиваем федеральным льготникам ежемесячные денежные выплаты. Сюда относятся инвалиды, дети инвалиды, участники инвалиды войны, чернобыльцы. Естественно, Чувашская республика выплачивает ветеранам труда и сумма выплат, субсидий, которые выплачиваются за коммунальные услуги. Также относятся к этой, ну, в общую сумму. Сегодня очень много говорят о пенсионной реформе. В общем, на мой взгляд, эта сфера одна из самых мобильных. Очень часто там происходят какие-то изменения, какие-то коллизии возникают, постоянные дискуссии. Но в основном эти изменения, все изменения касаются потенциальных пенсионеров, которые еще только готовятся приобрести статус. А тем, кто уже достиг пенсионного возраста, кто уже не работает и получает пенсию по старости, их какие-то изменения ожидают в ближайшее время? Надо действительно заметить, что с начала следующего года будут внедрены отдельные преобразования в пенсионную систему. Это не реформа, это просто совершенствование положения пенсионной системы. Это преобразование, эти преобразования не касаются нынешних пенсионеров. Единственное изменение – пенсионные права будут оцениваться в баллах. Об этом, наверное, уже мы писали, говорили. То есть конвертироваться будет с учетом того, что какой размер пенсии сегодня человек получает, будет сконвертировано в баллы. Но это практически… Пенсионер это не должен, заметить, просто только в пенсионных правах наших данных будет. То есть это, собственно, ваша кухня? Наша кухня, в наших расчетах. А сколько в Чувашии работающих пенсионеров? Вот по последним данным нашей отчетности за первое полугодие работающих пенсионеров у нас 120 тысяч. Надо сказать, в последнее время, в общем-то, работающих пенсионеров к численности увеличивается. Это даже связано с тем, что все-таки у работающих пенсионеров есть возможность пересчитать размер пенсии с учетом того, что они за предыдущий год заработали пенсионный капитал или начислены за них страховые взносы и уплачены в пенсионный фонд. Вот только мы в августе сделали перерасчет, порядка 93 тысяч человек смогли получить повышение. И размер увеличения составил больше, чем 120 рублей. Роза Алексеевна, ежегодно, как минимум два раза в год, происходит индексация пенсии, повышение. Когда ждать следующего повышения? По прогнозу мы считаем, в общем-то, очередное повышение обязательно должно быть в феврале следующего года. В этом году по всем этапам повышения мы уже произвели. В этом году порядка, ну, если, может, даже размер каждый не чувствует, а вообще в среднем увеличение составило порядка 800 рублей. Понятно, что в рамках нашей передачи мы не смогли затронуть все вопросы, которые интересуют сегодняшних пенсионеров. Куда обращаться за более подробными консультациями? Как к вам попасть? На прием? Просто какие-то, может быть, оперативные информации? Мы понимаем, насколько это, в общем-то, сейчас очень востребовано. Новые нормы законодательства мы пытаемся в средствах массовой информации изложить, вот на ваших передачах озвучивать. У нас горячие линии работают, клиентские службы, выездные приемы, мобильные бригады работают. Вот новшество следующее обязательно. Вот кто-то хочет данные своего лицевого счета узнать. У нас будет личный кабинет застрахованного лица. То есть он уже может, не приходя к нам, нажать на кнопку, найти себя и уже назначить пенсию сам себе может. Такая возможность, в общем, создается. К концу года этот личный кабинет должен быть развернут. А что касается других вариантов, мы сейчас более современные внедряем. Если человек может не сегодня прийти, а надо ему записаться, запись на прием у нас организован. В целом мы доступны для каждого человека, в том числе и я. То есть все подробности на сайте Чувашского отделения Пенсионного фонда России. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашей собеседницей была Роза Алексеевна Кондратьева, руководитель Чувашского отделения Пенсионного фонда России. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова